Спустя пять дней строительная компания наконец-то услышала жильцов горевшего дома Мальдивы. Напомним, что возгорание электрокобелей началось на втором и третьем этаже. Местные жители уверяют, что у дома по адресу Марсельская, 60, проблемы с проводкой были еще при вводе в эксплуатацию, но они тщательно скрывались. Для островитян, а жилой комплекс называется Острова, это стало неприятным сюрпризом. Соответствующие городские службы провели коммуникацию не лучшим образом. Мы об этом не знали, когда мы заселялись в дом, мы не знали, что у нас есть проблема со светом, что мы будем запитаны от стройки, нам об этом никто не сказал. Мы узнали только тогда, когда свет начал отключаться, и мы не понимали, что происходит. Полтора года дом находился на электрическом обеспечении отстройплощадки, где сооружали еще одну многоэтажку, которая также принадлежит застройщику. Это и стало причиной частого отключения электроэнергии в жилом доме. Жители уверяют, что за сутки свет могли отключать до десяти раз. В современных домах все коммуникации зависят от электричества, поэтому без света квартиры превращались просто в железобетонные коробки. Люди и раньше перекрывали дорогу, чтобы обратить внимание на свои бытовые трудности городских властей и застройщика. Когда все выплыло наружу, что там где-то перебили кабель, не сдали наш УТП, но мы добивались, кабель починили, и сейчас был последний этап. Буквально к концу сентября нас уже обещали подключить к нормальному свету. Но произошел пожар. После ЧП большинство жителей многоэтажки были вынуждены съехать со своих квартир, а для тех, кто остался, в соседнем доме оборудовали мини-кухню. Помещение выделил застройщик, а остальное оборудование своими силами. Соседи не остались в стороне, каждый помогает, кто чем может. Пожар произошел еще 14 августа, но лишь спустя 5 дней в доме появился свет и заработали насосы. Правда, работают они 2 часа в день. Остальное время Мальдивы сидят без воды. Не остались в стороне и городские власти. С барского плеча муниципалитет выделил аж 3 биотуалета на 20-этажный дом. По всей видимости, эти объекты также будут работать по расписанию. Причину пожара все еще устанавливают. Ответы на вопрос, почему загорелся дом, который недавно сдали в эксплуатацию, пока нет. Когда будут результаты экспертизы, представители строительной компании говорить не стали. Игорь Исаенко, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.